Сварочное производство 30% – это в основном сварочное производство. То есть, поэтому мы решили поучаствовать в морском конгрессе. Поэтому мы взяли себе здесь стенд, представляем оборудование, представляем материалы для сварки. Конгресс этот проходит первый раз. Мы в таком формате раньше не участвовали. Мы участвовали в головной выставке в Неве, в Санкт-Петербурге. Соответственно, конечно, конгресс отличается как мероприятие по формату. Естественно, здесь проходимость будет поменьше. Ну, что было заметно, то, что здесь, конечно, в основном из посетителей – это топ-менеджмент заводской, в основном генеральные директора. Нам, конечно, больше и интереснее с техническими специалистами общаться. Но, тем не менее, здесь мы решили засветиться. Может быть, это в какой-то степени имиджевая тема. Мы, в общем-то, то, что хотели, мы получили. Но завтра будет еще второй день. Посмотрим, что будет на второй день. Мы надеемся, что он будет поактивнее. К тому же, у нас на второй день две сессии, в которых мы, в общем-то, можем принимать участие. У нас, значит, первая цель – это участие в секции по цифровизации ВЕРФИ. Цифровизация, она включает в себя цифровизацию производства в основном. То есть, это организация революционных потоков внутри производственных каких-то цепочек. И здесь сварочное оборудование, сварочное производство – это один из элементов. И у нас есть разработанные системы, которые могут внедряться именно в процессе цифровизации. То есть, это система удаленного управления, это система удаленного мониторинга за сварочным производством. И мы как раз их будем здесь представлять. Вот эта тема, которая нам интересна. И это очень актуальная тема. ОСК сейчас ее усиленно продвигает. И я думаю, вслед за ОСК остальные предприятия тоже будут так или иначе это дело внедрять у себя на производство. То есть, цифровизация – это, наверное, одна из основных наших тем сейчас. Мы делаем проекты совместные со судостроительными предприятиями и с ОСК в целом. Каких-то конкретных договоренностей, конечно же, здесь пока никаких не было. Ну, потому что здесь, на стенде, конечно, не происходит общения с теми людьми, которые принимают решения. Мы посмотрим, может быть, это будет на пленарных заседаниях. Может быть, завтра кто-то подойдет. Потому что сегодня день такой достаточно загруженный. В основном все руководители предприятия были на пленарках. Завтра, может быть, будет у них посвободнее, они пройдутся здесь по выставочной территории и зайдут к нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!